Всем привет ребят, с вами Flash, продолжаем играть в раз, хочу вас обрадовать, наконец-то вышло долгожданное обновление, теперь в игру добавили Red Town, добавили рецепты, теперь заходя в свое меню по кнопке Tab, вы уже здесь не увидите всего имущества, которое было у вас раньше, все оружие и так далее и тому подобное. На данный момент у нас только из того, что имеется, очень скудный набор вообще из инструментов, даже для добычи ресурсов у нас единственный каменный топор, нет ни металлического того топора, вообще никаких топоров нет, только каменный топор. Поэтому вообще все настолько усложнили, мне это так настолько нравится, вот я уже чуть-чуть камнем добыл ресурсов, чтобы скрафтить каменный топор, самое первое свое и оружие и средство добывания ресурсов. Очень все стало сложно, очень все стало трудоемко, мне это безумно нравится, я только за хардкор, только за вид от первого лица, только за рецепты, без всяких тп, без всяких модов, потому что играя на хардкоре, ты реально, вот ценность всех добытых вещей, она просто настолько ощущается. Не то, что ты там за 5 минут побегал и все, у тебя топ лут и тебе просто интерес к игре пропал, я хочу наслаждаться этой игрой, хочу наслаждаться именно, как у человека был прогресс от первобытного состояния и все выше, 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 вот я хочу здесь в этой игре это получать, вот этот, испытывать этот прогресс, прям достигнутый, там когда я скрафтил лук, наконец-таки там, убив там кое-как животного и у меня наконец-то появился этот первый лук, и я буду настолько ему рад, что блин, это уже хоть какое-то оружие дальнего действия, которое будет мне помогать лучше уже охотиться, то есть реально, ты каждую вещь, которую ты строишь, или у тебя она появляется, ты просто так ее вообще начинаешь не то, что любить, но очень сильно ценить, она кровью и потом, можно сказать. Смотрите, сразу первое наблюдение, заметно очень снизили скорость удара каменного топора и заметно очень снизили добывание его, раньше он добывал то ли по 30, то ли по 45, сейчас вот давайте посмотрим, а камень я выгнал, да? То есть он, прям, даже не насильно стал больше добывать, чем обычный камень, это очень радует, я просто, у меня аж, блин, просто душа переполнена радостью. Как бы, да, есть любители, которые, люди, которые хотят быстро всего добиться, вообще там за 5 минут, хоп, хоп, все, сразу строится, ну не знаю, мне кажется, это не то, что тупо, но, блин, игра вообще изначально не это должна дарить, не то, что быстро расстроился и все, а вот сам процесс, с самого начала, да, и так потихоньку, то, знаете, смесь какая-то, получается, игры-цивилизация, да, Майнкрафт, потому что можно строить постройки и так далее, терраформингом заниматься, и DayZ, то есть выживание, то есть вот это такая адская смесь получается, вот этих трех игр, цивилизация, то, что ты развиваешься, грубо говоря, от первобытного вообще какого-то строя, от человека, у которого в руках только камень и все, и так далее, потихоньку, потихоньку, потом начинаешь ощущать свое преимущество, господство над другими, при этом есть люди, которые еще сильнее тебя развиты, и ты стараешься их догнать и перегнать, и то есть вот это от цивилизации, мне кажется, здесь, Майнкрафт, понятно, что это постройки, терраформинг, ну терраформинг в полной степени, как в Майнкрафте, вот такого, конечно, нет, но тем не менее, вы можете строить постройки, как-то вообще менять именно вид ландшафта своими подстройками, ну и DayZ, это именно от DayZ, что это вот чувство охотника, охотиться друг за другом, как-то доминиться, и так далее, то есть вот это адская, действительно, смесь получается, добыча очень медленно идет, кстати, я еще сейчас в дерево подбегу, посмотрю, насколько быстро он добывает именно дерево, мне очень хочется сейчас много чего проверить, потому что изменения просто налицо, сложность, вот первую бочку, бочку говорю, первую бочку вижу, сейчас посмотрим, что в ней, я уже некоторые видео просмотрел, других обзорщиков, в этих бочках находятся какие-то рецепты должны быть, или какое-то имущество, сейчас посмотрим, 4, 4 удара разбивается, гринти-шот, ага, изучаем на правую хлопку, изучаем, и у нас получается в одежде появляется, вот, зеленая майка, ну, такое себе, конечно, улучшение, лучше бы я нашел бы хотя бы металлический топор, так, печь же у нас есть, да, печь есть, все это есть, да, основные, в принципе, есть, сейчас я хочу посмотреть, насколько быстро добывается дерево, построить какое-то первое жильдё, система стабильности заработала под 30, да, ну, скорость удара очень сильно порезали, это очень сразу наглядно видно, но это даже и к лучшему, реально сейчас будем медленно очень развиваться, это будут просто ваши эмоции, ваши чувства к этой игре, они просто продлятся до бесконечности, чем сложнее будет играть, тем дольше я буду в неё играть, тем она будет дольше мне интересна, но моё мнение именно такое, 3, 4, 4, 4, 4 ударов убивается, вот, человек тоже что-то насобирал, но, лёг спать, не выдержал, наверное, у сложности, ушёл на другой сервер, не знаю, в общем, ребят, сейчас я потихоньку начну добывать, строиться, даже как-то изменился вид, что ли, не знаю, построек очень мало, вайп недавно, я сейчас хочу просто добежать до старого своего места, где у меня раньше были мои дома, посмотреть, что там, так сказать, на первозданную местность, как она должна выглядеть здесь построить, ну, мне просто интересно, ага, меня уже бьют, отлично, вообще шикарно, причём с камня, ну, кровотечение меня сейчас должно остановиться, надеюсь, жизни мне должно хватить, у меня, естественно, лечиться сейчас нечем на данном этапе, чтобы кровотечение остановить, кстати, сейчас проверим, насколько долго будет кровотечение у нас идти, надеюсь, не истеку я полностью кровью, вот, всё, оно кончилось, человек до сих пор за мной бежит, в принципе, я по скорости удара должен его сейчас убить, но у меня осталось очень мало хп, я просто максимум два удара выдержу, мне придётся снова крафтить, всё, вот сейчас вот реально, даже понимаешь, ценность каменного топора, чтобы его накрафтить, скрафтить, нужно добыть 100, да, 100 камня и 200 дерева, обычным вот этим камнем, это тоже уходит достаточное количество времени, мне даже сейчас каменный топор, самое простейшее оружие, мне и то его жалко терять, очень жалко, я вот теперь его ценность иран, у меня в десятки раз уже возросла, не говоря уже о луке, там, об оружии огнестрельном вообще не может быть и речи, там, на стоп у него будет ценность большая, но, тем не менее, человек очень упертый, бежит за мной в надежде что-то у меня добыть, хотя, если он меня даже убьёт, вряд ли он будет рад, потому что у меня толком ничего нет, кроме каменного топора, но, тем не менее, вот такие вот люди упертые встречаются, пускай бежит, как раз я побегу в сторону своего, точнее, в сторону места, где у меня был раньше дом, посмотрю вообще, может быть, даже там же я обоснуюсь, мне, в принципе, то местечко очень понравилось, заодно проверю статую волка, на месте она или нет, всё же карта после лайпа, изменилось, так, это что такое, в общем, в общем, человек бежит, ребят, поставлю на паузу, добегу, постараюсь до дома, и уже там включусь, покажу, что там находится, и заодно человек, интересно, прибежит к ней, точнее, будет за мной дальше продолжать бежать, но нет, всё, ребят, ребят, ну, этот человек за мной бежал, бежал, первым увидел бочку, хочет её раздолбить, в общем, я ему уже стал неинтересен, но он пытается найти какой-то, я не знаю, что он пытается тут найти, тем не менее, пытается найти что-то в бочке, а я в этот момент хочу, хотя он мне тоже попал, я могу тоже здесь сейчас откинуть коньки, вот видите, борьба какая, смешно, конечно, так, ну, у меня девочки хп осталось, уже опасно, дальше продолжаем свои гонки, опять он со мной, скорее всего, побежит, да, я даже умер, но тем не менее, я сейчас быстренько начну заново, и продолжу уже, когда добегу до своего места, бывшего дома, кстати, ребята, появился, вот меня только что убили, появился в новом месте, вот сразу уже обнаружил новую постройку, добавлено разработчиками, какой-то заброшенный, да, тут радиация приличная, заброшенный какой-то, не знаю, склад чего-то, стоит вот отсюда, если посмотреть, вот машина какая-то, автобус, не знаю, какие-то бочки, водонапорные башни, и вот какие-то контейнера, какой-то складик, радиация, в принципе, меня здесь может убить, поэтому забегать оттуда не буду, но вроде бочек отсюда не видно, бочек никаких-то ящ, а, не, вот вижу бочку, да, вот она, вижу, вон стоит бочечка, но сейчас не имею возможности до туда добраться, нужно хотя бы антирадиционную одежду сделать, какого-нибудь начального уровня, очень непривычно бегать, потому что нет построек, еще никто ничего не успел сделать, потому что все усложнилось в разы, потому что элементарный даже каменный топор, и то очень проблематично сделать, не говоря уже о том, что накрафтить там дерево, вообще даже спальный мешок, я даже не знаю, как сейчас убить животное, при помощи этого топора, который бегает бешено, в общем, сейчас попробую сделать хотя бы оружие начальное, которое мне предлагают, это, а, даже копье не могу, видите, теперь на производство копья нужно 50 тканей, а раньше было просто 200 деревьев сильно, то есть у меня сейчас даже оружие я не могу скрафтить, везде нужна ткань, везде нужны животные, только каменный топор, это единственная возможность сейчас и средство добывания ресурсов, и оружие, то есть животные, однозначно нужно искать животных, потому что иначе просто не выжить, в общем, продолжу, дальше вас уже включу, что там появится, интересненько, так, ребят, ну жизнь на сервере кипит, вот, на ваших глазах, да, 3 человека, даже 4, пытаются, вот, вверху чувак какой-то что-то строит, тут 3 еще снизу, не знаю, то ли это на хлебнике какие-то, пытаются его, а, это даже русские ребята, судя по голосам, да, поэтому, ну, ребята строятся, пытаются уже как-то закрепиться здесь, жизнь кипит, поэтому я их трогать пока не буду, в принципе, незачем, пускай все на равных правах развиваются, но жизнь кипит, это очень радует, теперь ценность, всему уже все понимают, что все очень ценно теперь стало в этой игре, какие-то рецепты, кстати, сейчас проверю, у меня сохранился рецепт на майку, видно, ребенок после смерти, да, рецепты сохраняются, то есть я на том же сервере, на том же сервере, меня убили, но при этом рецепт изученный, у меня остался уже в инвентаре, это очень хорошо, то есть если даже я изучу где-то как, о, первые животные, ребят, попробую на ваших глазах, потому что мне просто кровь с носа, нужна ткань, попробую на ваших глазах все-таки добыть эту ткань, все, вот, мне кажется, спалил, да, и мы начинаем, кстати, немножко пофиксили ему именно анимацию, то есть он уже не бежит смешно, как на хосте, вот он остановился, кстати, один удар был, он бежит быстро, да, виляет, но при этом не выглядит смешно, не быстро многие придвигаются, просто большие такие скачки, очень все классно, кстати, я тут нашел целую поляну с этими оленями, вот он уже встает, я уже пытаюсь его догнать, ага, и в камень проскочил, вообще отлично, офигенно, что, в камень, да, заскочил нормально, красавчик вообще, догнал оленя, два удара ему сделал, вот где он спрятался в камень, вообще офигенно, и тот убежал, вон еще один, ладно, придется гнаться дальше, ладно, ребят, когда гоню уже, значит, действительно можно гоняться очень долго за ним, и занять все время видео, потому что все-таки прокачка, а не, вот он тоже самое, да, кстати, так, смотрим, что у нас добывается, животный жир, ткань, ну, хоть ткань и не пожалели, в принципе, 34, более-менее, сырое волчье мясо, опять же, еще это не пофиксили, за соли не добывается волчье мясо, жир есть, ткань, в принципе, 30 штучек, неплохо, очень неплохо, надо еще одного найти, забомбить, у меня уже будет на спальнике, так, все, ребят, найду еще одного и включусь, кстати, еще, ребят, такое наблюдение, да, вот смотрите, построек вообще практически нет, да, вокруг очень много деревьев, очень много, прямо вот смотрите, да, очень много, но при этом FPS, FPS не просаживается, даже меньше 45, 48, 49, полтос, видите, вообще, хотя деревьев очень много, я не знаю, с чем связано, то ли спид 3 что-то с ним сделали, как-то проще он стал работать, потому что, смотрите, ну, реально, очень вообще тут просто одни деревья, какой-то лес впереди, но при этом FPS там полтосик держится, меньше 45 даже не падает, и такое ощущение, что все-таки постройки именно просаживаются, просаживали FPS, потому что вот на данный момент деревья, их очень много сейчас, и FPS просто очень радует, но это такое краткое наблюдение, может быть, все-таки действительно спид 3 по пикселю, это мы уже узнаем, когда люди застроят, в принципе, довольно-таки сильно карту, и будет видно уже, что именно просаживает FPS. Так, ребят, вот он кабанчик, проверяем сразу кабана на скорость, ну, довольно-таки шустрый тоже бегает, не скажу, что медленно, даже, наверное, быстрее, чем олень, по прямой уходит вообще, как Бугатти Верон, за 2,5 до сотки. Так, ну, он остановился, бензин, походу, кончился, сейчас мы попробуем его. Ага, дал ему опять ускорение, виляет очень прилично с лука, мне кажется, ну, как с лука, с лука-то он будет стоять, мы же не будем подходить близко. Ну, вот, в принципе, тоже убили. Не, ну, в принципе, животное надо догнать, точнее, реально. Так, 21, все, на спальничек уже есть, это очень хорошо, я делаю свой первый спальник. 50 тканей, ничего не изменилось в крафте его. И опять по старой своей схеме буду кидать его в какой-нибудь кустик. И уже как-то закреплюсь, наконец-таки, на этом сервере. Ну, вот же опять, ребят, зашел в самое такое... Именно много очень деревьев, такой лес очень густой. Самый, наверное, густой во всей карте. Это центральная часть карты, здесь самый густой лес, куда падал раньше аэрдроп. Вот я медленно провожу специально, вот видите, фпс, ну, 50-47, то есть... Деревьев просто тьма-тьмуща, тут за этими деревьями еще деревья и так далее и тому подобное. То есть, вот видите... ФПС очень стабильно держится, выше 40 всегда, такого у меня еще не было. Всегда, там, и до 19, и до 15 просаживался, а тут 40 стабильно держится вообще, 45, 46, 42. То есть, все-таки, не знаю, постройки, скорее всего, влияли очень сильно на фпс. Деревья сейчас очень много, но при этом с Питри работают, в принципе, адекватно. Так, ребят, на первую постройку, которая у меня встретилась... Еще нет... Ага, вот человек сидит с копьем, вот видите... Кстати... Вот видите, вот короче, сейчас большинство людей будет находиться вот ровно в таком же положении. Я, конечно... Я, конечно... Не хочу сказать, как, но это было похоже на этих приседках, держа в руках копье, в каких-то перчатках, там, наспех скрафченных. Потому что даже, чтобы поставить замок, нужно наплавить металла. Даже не знаю, с какой скоростью он сейчас плавится, сколько нужно дерева. Ну, вот такое прикольное наблюдение, то есть... Я сейчас тоже буду находиться в таком же положении, сидеть просто на стрёме, чтобы мне никто не забежал, не переубивал меня. Думаю, у меня сейчас хотя бы автомат или пайп с самого начального уровня, конечно, можно было здесь все разнести в пух и прах этих ребят облутать, потому что все открыто. Замка еще нет. Но, тем не менее, прикольно наблюдать. Сейчас реально уже не то, что там, бак-бак, две минуты, у тебя все, дом защищен, и ты красавчик. Все, эти времена прошли, сейчас только хардкора, уже будет уже тяжело очень развиваться. Мне тоже сейчас это предстоит. Так что, довольно-таки опрометчиво я так подошел близко, у меня уже есть довольно-таки приличное количество ресурсов, спальник, меня можно было спокойно убить. Но эти ребята, англичане, в принципе, не стали со мной воевать. Поэтому вот показал первый, так сказать, встреченный мной домик, уже более-менее нормальный. Бежим дальше. Так, нашел, ребят, очередную бочечку, пока гонялся за оленем, сейчас посмотрим, что в ней находится. А в ней нифига не находится, то есть есть и пустые бочки, поэтому не радуйтесь, когда видите бочку, она, возможно, окажется пустой. Так, ребят, очередная бочечка, да, и его человек тоже, походу, ее заприметил. Сейчас будет борьба, наверное, за нее нет, но он пока стоит в штанах. Вот, что мы нашли. Какие-то прогнись костей, что ли. Ну, ладно, не стал он, видите, атаковать. Hello, friendly, friendly. Friendly, hello. Ну, человек оказался адекватным, в принципе, вот еще одну бочку, сразу выключаться не буду, сейчас посмотрим, что там. Кстати, я сейчас обнаружу, что я не могу построить элементарную даже печь, потому что у меня нет топлива низкого качества в рецептах даже, то есть я не могу его скрафтить. Жир у меня есть, а рецепта нет, как его сделать, поэтому я вот столкнулся с такой проблемой. И как обеспасить свой дом, я даже сейчас понятия не имею. О, тут, кстати, большое количество бочек, сейчас надо немножко их пособирать. И все же, может быть, позарбутся, ага, это уже приятненько, хоть какая-то защита. Сейчас буду бегать, в общем, по этим бочкам, мне однозначно крупсноса нужна... Ну, вот, в принципе, адекватно делим с парнишкой бочки, он сказал, что это его. Я не возражаю, потому что их тут достаточное количество, что драться из-за одной бочки. Пикап, шоколадный батончик, ага. Можно его съесть, отлично. Еще одна бочечка. Он взял одну бочку, а я две. Слиппинг орк, кстати, еще один. Hello, I have gift for you, I have gift for you. Come here, come here. Come here, I have gift for you. I have gift for you, come here. It's for you, it's for you. I have two sleeping bags, it's for you. I have gift for you, I have gift for you, if you throw it away. He's on your legs. Look at, look at down. Я ему выкинул спальный мешок, он его не видит. Okay, I have something for you. Окей, окей. Видите, такой... Окей. Такой легкий обмен, надеюсь, он не... I got two people. Oh, thank you, thank you very much. Goodbye. Все, в принципе, адекватный чувачок, он... Я так и не понял, чего он не кинул. А, вот, кожаные перчатки изучаем. Все отлично. Вот прям на нас бежит чувак, мне кажется, он не с добрыми намерениями. Потому что он активно очень на нас бежал, прошел один удар. Очень ребята все активные. Я не знаю, бежит ли он за мной сейчас. Ага, не бежит, все отлично. Кстати, он на того решил напасть, но пускай. Кстати, я могу быть свидетелем двух смертей, и мне тогда очень сильно повезет. Надеюсь, тот тип не подумал, что это я сейчас за ним бегу. Кстати, вот бочечка. Пускай они пока с собой разбираются там между собой. Ну, вот такие вот звери появляются, которые вроде этот тип был адекватный, да? Мы с ним поделились даже. Он мне дал рецепт на перчатке, я ему дал спальный мешок, потому что у меня он второй. Я его просто нашел в бочке. Но при этом выбежал какой-то тип с молотком и с криками бонзай, начал всех кромсать. Где они? А, они до сих пор друг за другом бегут. Ну, конечно, да, прикол. Сейчас однозначно может кто-то из них слечь. Вроде один слег, да. А вот он бежит за мной, да? Ну, ладно, мы тогда побежим дальше. Еще одна бочечка, ребят. Там стоит тип, он добывает ресурсы, мы его трогать не будем. Ох, тут два даже выколок. Еще-то я два раза поднял. Ага, защитные штаны, изучаем сразу. И фонарь. Ну, такое себе имущество. Но, тем не менее, рецепты прибавляются. Уже хоть какую-то одежду, куда можно будет крафтить. Хотя, в принципе, хорошо, что появляется именно антирадиционная одежда. Потому что я... У меня в планах все-таки найти будет город, ну, Рэд Таун и посмотреть, что там находится. А без антирадиционной одежды туда пробраться будет очень сложно. Радиация просто убьет моментально. Так, ладно. Дальше. Так, кстати. Все, карта изменилась. Вот тут раньше стояла статуя волка. Вот этот мыс, вот эта гора, вот тут ущелье. Статуя волка исчезла. То есть, карта все-таки подверглась какому-то изменению. Я сейчас хочу прибежать в конкретно прям то место, где у меня стоял дом, чтобы... Ага, вот еще чувак бежит. Но я сейчас, походу, умру, ребят. Очень жаль опять. Очень жаль. Очень дикие люди появляются ко мне на пути. Буду бежать по прямой, потому что это самый верный способ убежать от человека. Потому что когда вы начинаете петлять, он начинает вам на перерез идти и, в принципе, довольно-таки легко догнать. То есть, зигзагом бежать, это не совсем правильное решение. Если человек довольно-таки скилованный, я, во всяком случае, могу уже догонять от людей. Он просто при каждом вашем новом витке зигзага будет вам бежать на перерез и постоянно сближаться с вами. То есть, ну, по кратчайшему пути. Поэтому самый верный способ убежать, это просто именно на терпеливость, так сказать, выдержку взять. То есть, вас терпеливы и долго бежать по прямой. Вот, в принципе, я отстал. Точнее, он отстал. Я хочу все-таки пробраться в то место, где у меня был мой дом, чтобы полностью оценить и изменив вас ли карту. Потому что я уже очень хорошо помнил, какой там должен быть вид вокруг. Поэтому мой вам совет, ребят, когда вы убегаете... Ну, зигзагом полезно убегать только, когда по вам стреляют именно с огнестрельного оружия. Тогда, да, действительно. О, меня убили. Волк офигенно вообще выскочил. Красава. Просто офигенно. Так, ребят, ну, появился я опять фиг знает где. Но при этом у меня просто нет ни капельки, ни капельки расстройства. Вот, у меня появились защитные штаны уже в мантиндаре. То есть, в принципе, и рукавицы должны быть еще где-то. Не, не знаю, которые пересиделись. Но, тем не менее, из-за того, что я умер, я вообще ни капельки не сожалею. Потому что реально я сейчас понимаю, насколько сложно уже выжить в этом расти. Вы толком не можете не сохраниться. Вообще, то есть, очень-очень начальный уровень, первый этап очень сложный стал. Мне это просто безумно нравится. Даже эти мои смерти, они наоборот, подогревают интерес. Это, знаете, как вызов. Сможешь ли ты вообще закрепиться как-то, как-то выжить. Это реально мне вызов. Поэтому в этом видео я уже хочу закончить съемку. Такое первое впечатление я уже вам показал. Хочу уже в следующем видео начать именно с того, когда у меня уже будет хотя бы дом. Или хотя бы я его начну строить. Потому что, опять же, заново бегать собирать, но это уже банально. Вы это уже миллион раз видели. Вот. Когда уже дом, я хочу его уже по-хитрому спроектировать. Хочу тоже с вами поделиться первым своим домом. Поэтому все, ребят. В этом видео все рассказал. Точнее, первое впечатление. Мне очень все нравится. Очень интерес подогревает к игре. Все хочется изучать, вообще тестировать. Потому что все изменилось. Даже элементарный инструмент по сбору ресурсов, даже он уже по-другому бьет. Очень произошли большие изменения. В общем, все, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайк и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok